Доброе утро, дорогие друзья! Итак, у нас сегодня с вами пятница, конец недели. А у меня есть еще один маленький, так сказать, маленькое отличие этого дня от других. Мне сегодня вечером... День рождения у меня, короче. Сегодня вечером мне исполняется 69, я переступаю эту такую некруглую дату. Давайте тогда поговорим по этому дню рождения. День рождения – это когда Бог решил, что мир без тебя не может существовать. Вот это потрясающие слова мудреца, они, наверное, самые главные в сегодняшний день. В этот день надо быть очень благодарным Творцу, ведь он нашел время из миллиона-миллиона душ. Именно твою спустил в этот день, в этот мир. Этот день, когда человеку, вот, твоей душе дал на потрясающая возможность. Возможность помочь Всевышнему построить или быть соучастником творения этого потрясающего мира. Он дал тебе возможность тоже быть Творцом. Написано в Кабале, миллионы душ стараются сюда спуститься, стоят в очереди, просят, а вот ты получил такую возможность. Это день особой благодарности Творцу, когда надо вспомнить все хорошее, что он дал тебе за прошлый год и вообще за твою жизнь. Поблагодарить за то, что ты имеешь и тогда уже попросить то, что ты хочешь новое. Вот. И тут давайте мы подходим еще к внутренней сути дня рождения, на которую намекает Кабала, которую Рэбби объяснил на основе учения хасидизма. Иерусалимский Талмуд формулирует в двух словах такую вещь. Мазаль Гавер, да? То есть твой Мазаль набирает в этот день силу. Мазаль – это источник души человека. Уровень души, который выше всех сил. Выше мысли, выше речи, выше действия. Если человек выявляет, пробуждает и укрепляет свою связь Творцом в этот день, он не подвержен никаким влияниям внутри внешнего мира, вроде звезд, планет и так далее. Человек выше этого, но если только он находится в связи Творцом, разве что он подчинится этому по собственной воле. А что значит набирает силу? То, что в день рождения к человеку приходит дополнительная подпитка сил сверху. В разговорном языке слово Мазаль употребляется в значении счастья, удача, иногда судьба. В таком смысле можно понять и вот это приведенное вышеизвречение из Иерусалимского Талмуда. В день рождения судьба человека меняется к лучшему. Она обещает ему больше счастья, больше удачи. Но это надо закрепить. Это надо как-то обязательно к этому подойти, как вот если мимо тебя такая лента идет и проходит. Знаете, как ресторан из таких японских, проезжает еда. Ты возьми это, потому что иначе оно проедет мимо тебя. День рождения может сравниться с Рошашана. Днем, когда в еврейской традиции, это день сотворения первого человека, день суда, когда человек обновляет мир, определяет судьбу каждого из своих созданий на следующий год. Также у каждого человека и свой личный Рошашана. Это его день рождения, когда душа обновляется и получает новые силы. И от него самого зависит, чтобы это обновление стало фактом духовного роста, а не какого-то другого. Нам известно от Болшентова особое воздействие Мазаль, что происходит на него чтение книги Тигелим. На этом основана обычаи читать всю книгу Тигелим в день рождения и изучать псалом, соответствующий текущему году жизни человека. Вообще человек должен, обязан, обязан читать каждый день псалом, соответствующий дню жизни человека, году жизни. Скажем, тот, кому 25 лет, например, находится на 26-м году, он читает свой 26-й псалом, а в день своего рождения начинает читать 27-й. В Писании мы находим также намек на то, что в день рождения человека возникает особая связь с Всевышним. В Тигелим сказано, ты, сын мой, я сегодня произвел на свет тебя. И сразу после этого проси у меня. Значит, в день, когда Всевышний дал тебе жизнь, проси, и он удовлетворит твою просьбу. Говоря кратко, самый общий смысл дня рождения – обновление души. И это поистине радостный день. Его воздействие распространяется на весь год, так же, как воздействие Рашашана. И еще, здесь самый главный момент дня рождения – нужно найти время уединиться и обдумать истекший год своей жизни. Вспомнить, что с ним было правильно, хорошего, что надо исправить, и решить, как исправить. Ну, вот, наверное, коротко о дне рождения. И планы, да, планы. Надо обязательно строить план новых шагов и отчет за прошлый. И вместе составить вот, как бы, какие-то несколько пунктов, как ты будешь жить дальше. Давайте я вместе с вами составлю несколько пунктов. Потихоньку, набирая по 5-10 минут, я сегодня занимаюсь 3 часа 30 минут в день. Начиная с сегодняшнего дня, завтрашнего дня, точнее, блин-эдер, я беру на себя обязательство увеличить на 10 минут это занятие и заниматься 3 часа 40 минут в день. Но это только для себя, что внешнее. Внешнее, давайте сделаем так. Я обязуюсь блин-эдер сразу после дня рождения подготовить и прийти к вам с новыми, с 152 уроками по псалмам. 150 псалмов и один впереди, один сзади. И это, надеюсь, не все. Надеюсь, мы еще что-нибудь с вами придумаем. И завершающее. В день рождения человек может давать браху, и она действует. Я даю вам всем, кто слышит мой урок, большую браху. Браху на все-все хорошее. Браху на то, чтобы сбылись ваши желания. Браху на то, чтобы мы только улыбались. Браха вацлаха.